Это трактат древнего. Для тех, кто первый раз называется Кирок Урал, трактат древний, демокрический. Ему более 2000 лет. Написал святой человек. Беспечность, порождаемая головокружением от успехов, более опасна, чем ярость. Не будучи внутренне бдительным, нельзя обрести настоящее величие. Это верно в отношении всего остального в жизни. Все законы жизни подтверждают это заключение. Апатичному и беспечному человеку ни богатства, ни другие какие-то достояния не принесут блага. Как крепостные стены не помогают трусливым людям. Здесь как бы в разных сторон рассматривается эта тема бдительности. Веды объясняют, что самая большая сила в этом мире, в которой мы живем, это сила времени. Мы воспринимаем время как часы, просто часы движутся, это значит время. Для нас время это абстрактное понятие. Но веды говорят, что это сила. Время это сила, что она делает. Эта сила, она ведет все к старости. Она разрушает. Сила разрушает. И сила души, которая созидает. Сила души растит, взращивает. То есть, если есть, допустим, жизнь, значит там есть душа. Допустим, возьмем любые растения. Почему они растут? Это не просто химические процессы там происходят. Это там присутствует жизнь. Есть признаки жизни. Допустим, стремление к счастью. Это признак жизни. Камень простой не будет стремиться к счастью. Так. Но есть камни, которые растут. У них есть внутренний рост. Они размножаются. Следующий признак жизни, присутствие души, это размножение. Почему мы открыли, что некоторые коконы, камни, они, как они а-то такие, рождают маленькие. Есть даже диссертация над темой. Что это как почкование происходит, как размножение, естественно, в природе. Так камни драгоценные размножаются. Допустим, есть аметистовые друзы такие. Видели? Большие у нас в офисе стоит. Такая большая друза. В основном в Африке растут. Их привозят. Вернее, Бразилия. Из Бразилии. Признаки жизни. Защитный слой. То есть должна быть защита какая-то. Это означает длительность. Нужна защита. Все растения защищены. То есть животные защищены. Кстати, защитный слой деревьев, он является мощнейшей силой, лечебной для человека. Мы сделали такие открытия в плане коры деревьев. Она практически уничтожает любые болезни. У нас есть тонкие каналы в организме, на которых основывается здоровье человека. Допустим, у меня очки, лизорукость. Есть определенный канал тонкий, который отвечает за зрение. Я поставил себе кору и увидел, что у меня начало резкость в глазах улучшаться. Видно, как возможность смотреть, усталость в глазах, резко начало сокращаться все это. Появилась возможность снять очки. Для этого надо тренировать глаза. То есть надо менять линзы там. Просто уже думаешь, ну сколько осталось там. Тренировать глаза, как-то уже с первокласса в очках. И так не начал, не стал этим заниматься. А так, в принципе, возможно. Ну, то есть любая болезнь, она связана с обитостью этих каналов. И кора деревьев, она прочищает эти каналы. Представляете? Сила такая лечебная. Деревья. Это все очень индивидуально. Надо все это подбирать индивидуально. Люди, поэтому мы изучили порядка 800 видов деревьев. И индивидуально подбираем каждому человеку, какие каналы связаны с болезнью. И все это смотрим, изучаем, подбираем. И происходит вот это вот восстановление здоровья благодаря силе кореть деревьев. И вот так защита действует в деревьях. В людях тоже у нас есть кожный покров, тоже защитный. И так далее. Признак жизни. Если нет защитного слоя, значит не живой объект. Размножение, стремление к счастью. Защитный слой вот этот вот. Стремление к выживанию. Сохранение жизни. Поддержание, сохранение жизни. Допустим, не просто так оторвать кусочек у коровы. Кусочек тела. Надо прилагать усилия. Можно получить копытом по голове. Вот. Но, допустим, камень лежит простой. Можно легко взять. Просто кусочек. Ничего страшного. Кто тебе по голове не даст. Вот. Ну, то есть, можно видеть разницу между живым объектом и неживым. То есть, присутствие души, вот оно характеризуется вот этими всеми качествами, свойствами. И душа, она жизнь дает, возрождает. А время, это сила, которая забирает жизнь, уменьшает ее. Видите, все стареет. Вот стакан будет просто стоять и развалиться со временем. Согласны? Он 300 лет постоит, никто его трогать не будет. И он потом вот так пук, и он просыпется. Потому что время так подействовало. Ни один предмет в этом мире не может выстоять перед временем. То есть, все разрушается в этом времени. Сила эта разрушительная, это сила времени. Мы не видим, чтобы со временем что-то создавалось. Кроме как, если есть жизнь в чем-то. Даже кристаллы, допустим, камни растут, потому что там есть жизнь. Это уже доказано, что это живые объекты. Они действуют. Видите, у меня камни на пальцах. Они действуют на психику. Допустим, я приехал в Омск, сюда ночью не спал. И у меня вообще, как сосном, с детства проблемы. Мне тяжело, когда я переутомился, тяжело заснуть. Я поставил сапфир сюда на средний палец левой руки, а изумруд на мизинец правой руки. Все остальные камни снял. Эта схема дает возможность мне за 5 минут отключаться. Такая сила влияния идет, что я вот так раз и все, и отрубился. В любой момент, если мне надо поспать, я как бы поставил. И так, и все. Так камни действуют. А вот эта схема, которую я сейчас ношу, она активизирует меня. Есть камни, которые могут убивать вирусную инфекцию. Допустим, указательный палец связан с иммунитетом человека. Я ношу вот такое кольцо. 5 кораллов здесь. Это мое индивидуальное число. У каждого свое число. Это легко понять. Мы можем это понять. Подбираются индивидуально тоже кораллы. Из 500 камней один человеку подходит. Вот мы подбираем индивидуально, смотрим, тестируем. Когда оставится вот это кольцо, все. Гриппом человек заболеть не может. Я не болею гриппом. Инфекция есть, меня не поражает. Потому что вирус уничтожается в организме благодаря присутствию вот этих вот кораллов пилов. Это такая серьезная наука. Она идет от желания души жить. Душа хочет жить. Поэтому она создает знания о том, как жить. Но сила времени уничтожает жизнь в человеке. Силу уничтожает. Происходит разными способами. Первый как бы способ влияние на грубое тело. Просто оно стареет. Тело стареет. Есть такие врачи, которые утверждают, что надо в трубочку дышать. И ты можешь жить сколько хочешь. Можешь 150, если хочешь жить. Главное, чтобы побольше дышать в трубочку. Вот такая теория. Но этот человек, который создал теорию, уже не живет. То есть он как бы не прожил столько, сколько он себе обещал. К сожалению. Понимаете? То есть проблема заключается в том, что мы не понимаем, как работает природа. И думаем, что мы можем слишком сильно продлить жизнь. Природа действует таким образом, что она уничтожает жизнь. Ее особо сильно не продлишь. Это не потому, что как бы у нас нет медицины. Там, может быть, мы можем как-то омолаживать людей. Но человек все равно стареет постепенно. Никто не видел, чтобы человек полечился, полечился, что-то сделал с собой. И уже как-то начался скуса ссать опять. Стал маленьким, юным, счастливым. Такого нет, правильно? Можно искусственные зубы вставить, но кожа все равно будет дрябл. От этого как бы не сильно что-то меняется принципиально. Ну, что-то, конечно, можно сделать, но помирать все равно придется в то время, когда положено. Вот. Так действует время. Оно действует на грубое тело, старик его. Есть еще тонкое тело. Я сейчас вам объясню, что это такое. Это вообще темный вес для современной медицины, современного знания, вообще научного. В тонком теле... Тонкое тело, во-первых, никогда не умирает. Оно живое. Оно всегда живет, понимаете? В этом мире тонкое тело или психика человека, его психические свойства не умирают. С этой точки зрения мы с вами не умираем. Вот вы когда грубое тело будет оставлять, вы оставите грубое тело, когда оно будет безжизненно лежать, вы выйдите из него и над ним подниметесь. Я могу это наблюдать. То есть я несколько раз видел, как это происходит. И знаю, это описано подробнейшим образом в ведическом писании, как это происходит. Сила времени. Приходит время, и у человека уже неизбежно. То есть способность его жить, она слабее, чем сила времени, которая заставляет выйти душу из тела. И вот это вот несоответствие вызывает сильное сопротивление. Поэтому душа, желая обладать телом и желая контролировать его, напрягает все тонкое тело, которое контролирует грубое тело. Напрягает его, чтобы держать в теле жизнь. Но время, сила времени уничтожает эту возможность. И это когда кульминация наступает, то сначала в теле наступает сильный жар. Температура поднимается до 40 градусов. Происходит в течение 10-15 минут. Последние попытки сохранить жизнь. То есть сила времени выталкивает жизнь. Душа защищает ее возможности. И тут такая борьба идет. Бдительность это функция души. То, что мы должны делать в своей жизни. Защищать свою жизнь. И когда время пробеждает, то потом дальше наступает следующее. Тело начинает быстро остывать. А тонкое тело, не способное контролировать функции в грубом теле, сворачивается вот сюда, в одну точку. Все тонкое тело сворачивается в одну точку, вот сюда. В область, там где находится душа. Здесь прямо в центре груди. Я это наблюдал своими глазами, как это происходит. Как человек оставляет тело. Потом дальше. Некоторое время фиксировано находится душа. Вот здесь вот, в области грубого тела. Внешне кажется, что здесь она находится на тонком плане. Там находится, как бы в этой зоне. И потом она начинает двигаться вдоль психических центров, вот так, каналов. Психические центры в теле какое-то время еще остаются. Когда она выходит в тонким телом, она потом забирает также эти все психические центры с собой. Но пока она не вышла из тела, еще какой-то контроль идет. По крайней мере, возможность выйти идет. И по этим психическим каналам душа идет или вверх, или вниз. В зависимости от своей судьбы. Если она ниже груди идет, вниз, то попадает на низшие планеты этого мира. Если вверх идет душа, то она попадает на высшие планеты. Но не ниже пупка, если она опускается, то она попадает на планеты типа Земля. В такую же форму жизни примерно, как у нас. Ведописывают, у нас во Вселенной есть много видов жизни. И не только одна планета, как говорят наши ученые, заселена. Есть разные формы жизни даже на Земле. Мы об этом не знаем. Они в разных измерениях находятся. Например, духи. Это жизнь. Неразумная жизнь. Или слаборазумная жизнь. Мы даже ничего общего не понимаем, что эти формы жизни пользуются нами. Например, есть описано в тибетской медицине, в Айрбеке, есть разные виды духов. Как они действуют, как они существуют в нашей жизни, это описано. И мы питаем целой промышленностью. У нас есть целая промышленность, которая питает определенные типы духов, чтобы они жили, функционировали в нашей жизни. Есть такие духи, веселящие духи, которые дают ощущение счастья и забирают разума у человека. Питаются энергией разума, кушают энергию разума у человека, но дают ему замену ощущения счастья. При употреблении спиртного. То есть это практически получается, что люди зависимыми от духов становятся. Поэтому они не могут бросить пить. То есть сила какая-то внутренняя заставляет их. Эти духи отнимают ощущение счастья. Человек попадает в состояние абстиненции. То есть ему хочется выпить. У него настроение портится психически, очень тяжело становится. И он идет за бутылкой, потому что он не знает, что делать. Он зависимый. Вот эта психическая зависимость означает, что есть психическая сила, которая эту зависимость заставляет существовать. Ведь само по себе это не происходит. Понимаете? То есть почему наша психика, это же тонкое тело, ничего общего со спиртом, тонкой энергии не имеет. Спирт не имеет тонкого тела сам по себе. Как он может влиять на психику? Есть силы, которые связаны с этой деятельностью. С этой бутылкой. Человек выпил, и на него начали влиять эти силы. Он не принадлежит себе в это время. Он становится зависимым, понимаете? Зависимость возникает. Ну и все чувствуют, что он зависим. Что он зависит от этой бутылки. Что он не от семьи зависит, не от общества. А от бутылки так человек или нет? Сомнения какие-то у нас возникли. Не так? Да, вот именно, вот именно, вот именно, что именно так это и лечится. Что алкоголизм лечится только духовной практикой. То есть есть монахи, которые реально могут выпить из человека этого духа, и он трезвеет, он перестает пить. Это факт, сто процентов. Так же, как эпилепсия, шизофрения, так же точно и эпилепсия, и как бы зависимость наркотическая лечится монахами, которые занимаются этой практикой. Почему? Потому что эти болезни все связаны с болезнью. Это в аэробиде есть классификация болезней, есть болезни грубого тела. Наши врачи все болезни считают болезнью грубого тела. Но даже рак, к вашему следу, это не болезнь грубого тела. Это болезнь тонкого тела. Поражение идет на уровне тонкого тела. Потом, если тонкое тело вылечить, грубое тело легко вылечивается само. Точно так же и эпилепсия, алкоголизм, это болезнь тонкого тела. Ничего общего с грубым телом. С точки действия грубого тела, как бы, что делает спирт? Убивает микробов в организме, увеличивает обмен веществ, активизирует жизненные силы у человека. Но разум теряется, теряется, бдительность теряется по жизни. Человек перестает понимать, что с ним происходит. Функции души уже не такие активны в теле. А душа не может ярко сознание свое передавать, как бы, в теле распространять. Спутанное сознание такое, как бы, все как во сне становится. Жизнь мутнее для человека, понимание, что происходит. Итак, после того, как душа движется по кому-то каналу, она выходит потом из одного из психических центров, выходит снаружи и разворачивается сознание в это время. В это время, когда душа сворачивается, она ничего не помнит. Она, ну, память какая-то есть, есть видение света. Потому что есть у нас сфер душа, вот здесь вот, или представительство Бога, или голос истинный, совесть истина в человеке. Она потом дальше дорогой судьбы. То есть она освещает какой-то канал, и душа за светом как бы идет. За светом. Мы всегда идем к счастью, мы не можем жить без счастья. И душа чувствует там счастье, куда движется из тела по этому каналу. Выходит наружу потом и осознает себя, разворачивается полностью тонкое тело. Тонкое тело является копией грубого тела на тонком плане. То есть тонкий план это психический план. Я разок в Иваново читал лекции. Я поселился в квартире, в которой две недели назад бабушка тело оставила. Как бы квартиры некому жить. И взяли ее, сдали приезжему гастролеру. Какому, как я. Вот. И я не знал об этом, что там бабушка тело оставила. Мы бы не снимали эту квартиру. Но мне пришлось узнать. Потому что я как бы чувствую что-то не то. Какая-то атмосфера такая в квартире непонятная. И я лег спать. Первую ночь это произошло. Я ночью вдруг что-то почувствовал присутствие чьего-то. Открыл глаза. И вот в этот момент, когда человек открывает глаза, он видит тонкий мир. Несколько секунд. Момент открытия глаз. Но еще не переключается в этот мир. Как раз в промежуточное сознание. И я увидел бабушку, которая шла мимо меня. Я спала. Она шла мимо меня. На тонком плане. Я увидел, что бабушка не то, что физическая. Это психическая бабушка. И она идет как дома. Там в палате домашнем. То есть как одетая. То есть тонкое тело тоже. Человек раздает одежду себе на тонком плане. Идет в палате в каком-то домашнем. Она у себя дома. Я испугался. И так начали хлопать в ладоши. Бабушка тоже испугалась и побежала. Она побежала в дверь. Но дверь была закрыта. Я обглянулся, посмотрел. Бабушка сквозь дверь пробежала. Она была на тонком плане. Поэтому дверь для нее не была помимо. Много лет назад я хорошо понял, что такое тонкое тело. Когда я занимался по Кастанеге, я пытался во сне себя осознать. Когда человек говорит, практика очень простая. Осознаешь себя во сне, значит можешь жить в тонком теле. Я сначала осознался во сне, потом я попытался сесть. Мне заняло неделю тренировок. Я спать ложился, потом садился во сне. Потом я встал. Потом я начал подпрыгивать. И научился как бы подлетать в тонком теле. А потом я начал махать руками и полетел. Первый раз в жизни. Полетел. Начал летать. То есть я засыпал, садился, вставал. Потом подпрыгивал, подлетал. И вылетел в форточку. На девятом этаже я жил там. Начал летать, смотреть, что делают люди вокруг. Изучать обстановку. Потому что я потом обнаружил, что можно не только в форточку влетать, но и через стекло. Потому что я в том деле начал изучать, как оно функционирует. Я понял, что можно сквозь стены пролетать при определенном настрое. И как бы... Начал потом изучать, смотреть, как люди спят, чем занимаются. И потом бабушку одну... Смотри, бабушка лежит какая-то. Думаю, дай-ка я ее напугаю. Она спит. Думаю, захотел сильно напугать бабушку. Я ее напугал, она проснулась и вот так меня перекрестила. После этого я уже не летал. У меня все пропало. У меня пропало даже желание этим заниматься. Мне неинтересно стало. Но сама идея, что есть тонкое тело. Можно жить в тонком теле. Может тонкое тело отделяться от грубого тела просто само по себе. А может вместе со всеми психическими центрами. Это происходит в момент клинической смерти. И также в момент просто смерти. Но тонкое тело не умирает. Оно выходит из грубого тела и дальше живет. Потом мы пропадаем в сперматозоид отца. Потом в яйцеклетку матери. Начинает новая жизнь. Веда описывает каналы психические. Они называются шротосы. Которые дают возможность... Это чертеж. Эти каналы тонкие в тонком теле. Это чертеж грубого тела. Все клетки, все ткани организма, они прописаны в тонком теле. В этих шротосах, в этих каналах. И органические врачи могли тестировать нарушения в шротосах. Даже в утробе матери. Они концентрировались на тонком теле. И находили, что ребенка вот в этом шротосе, вот в этом канале аномалия. Это значит, что у него будет, допустим, ну... Кишечник, допустим, аномалия в кишечнике. Или, допустим, какая непроходимость там организма. Или что-то не это разобьется, как надо. И они пробивали с помощью звука. Потому что звук влияет на тонкое тело. Они пробивали с помощью звука эти каналы. И давали возможность человеку жить нормально, выражаться. Это описано. Ведические писания. Такие техники. Да, ну, различные мантры. Но, видите, мы даже не понимаем, что есть тонкое тело. Не то, что там как-то с ним поработать. У нас даже вообще представление о том, что это есть. Но мы считаем, наша наука считает, что психика – это комбинация нервных импульсов. Но сейчас есть куча ученых, которые доказали, что когда нервные импульсы уже не работают, клиническую смерть изучали ученые. Клиническую смерть. Память остается. Человек помнит себя над операционным столом. 50 случаев Моуди описал. 50 случаев такого понимания, что происходит. Можно почитать, как книжка, как научный доклад такой. Так или иначе, тонкое тело есть. Мистер Веда писает, я и с ним работаю всю жизнь. Я лечу болезни, диагностирую тонкое тело, прикидаю болезни по нему. И дальше лечение происходит тоже таким же образом. Итак, вот этот вот человек, который я наблюдал, когда он тело оставил, он две попытки, когда он осознал себя, он две попытки сделал вернуться в тело. Он пытался назад туда, но ничего не получилось, потому что уже все, концерт закончен. То есть тело находится под контролем энергии времени, и это означает, туда вернуться невозможно. Понимаете? Тебе уже пора дальше играть. И, ну, пришлось, какое-то время было переформирование тонкого тела, и наблюдал за этим человеком. Потом дальше он пошел по жизни. Дальше. Вот я этим и занимался в этот момент. И то, что я сидел и смотрел. Давай, давай, прыгай. Нет, я помогал, хвалился за него. У нас было много людей, которые помогали. Тонкое тело очищалось у тот человек, потом он начал светиться. Когда родственники помогают, когда родственники помогают в момент смерти, они молятся, даже видят, не видят, не имеют значения. Будет помощь. Можно очистить так сильно человека, что вот все грехи за всю жизнь, за полгода молитвы можно сжечь у этого человека. Представляете, какая сила может быть в приянии. Это мой опыт. У меня друзья. У них муж, женой, мама неожиданно тело оставила. Она пошла на низшие планеты. Потому что она кушала мясо. Мясо это что такое? Это пища насилия, связанная с уничтожением животных. И все люди, которые едят мясо, это мой опыт и практика. Они все отправляются на низшие планеты. Ну, то есть, можно очиститься от этого с помощью благостной жизни. Можно очиститься от этой силы. Я чувствовал, что вот я ел мясо до 23 лет. И какое-то время, лет 10, я чувствовал, что как бы меня доготит это все. Потом раз, почувствовал, что все. Это ушла карма, связанная с поеданием мяса. То есть, она на меня не действует больше, как сила. Очищается человек от силы постепенно. Понимаете, на тонком теле родственники остаются связаны. Они об этом не знают оба, но связь остается. Они помогают друг другу незримо. Понимаете, так, какие законы этого мира. Это по законам этого мира происходит. Поэтому вы помогаете тем родственникам психически, которые с вами были связаны. Они вам помогают. Так происходит взаимоотмен. Но если вы не хотите помогать, не молитесь, то они забирают ваше счастье. Им нужна помощь. И энергия хорошая ваша, благочестивая, сама уходит от вас. И поэтому люди грустят, когда кто-то умирает. Он вроде бы как бы не хочет с ними иметь дело. Но он чувствует, что ему плохо от этой смерти. И он не знает, что с этим делать. Потому что мы не контролируем то, что происходит внутри нас. Надо запрать у нас энергию. Она запирается силой судьбы. Поэтому лучше самому добровольно просто молиться за этих людей. И ты получишь благо от этого. Даже чисто с такой меркантильной точки зрения. Я уж не говорю про все-таки, что надо долги отдавать своим близким людям. А я не знаю, что когда выходит тонкое тело, то это не происходит, когда выходит тонкое тело. В самый момент, когда идет сворачивание, вот это вот. В это время человек, это происходит где-то минут пять, это сворачивание. Но в это время ускоряется восприятие мира. И человек за пять минут во всех деталях вспоминает всю свою жизнь. Но он вспоминает не со своей позиции, а с позиции Бога, с позиции совести. И в это время у него за все, что он грешил, у него жуткое чувство сожаления. А все, что он сделал правильно, у него сильное чувство радости за это. У нас при жизни, как мы, допустим, я там изменил, а муж думал, да все нормально. За точками, как бы там что-то говорил, но это же не жизнь, и жизнь другая. Все как бы так живут, все. Поэтому как бы все нормально. Можем себе объяснить по-своему, как бы свой поступок. Но когда человек тело оставляет, то он не может уже ничего объяснять. С позиции совести все происходит, понимаете. Вся жизнь просматривается в деталях за пять минут. И человек уже знает приговор себе. Он знает, почему так у него будет. Он уже знает, что будет с ним дальше. Он уже готов. Из-за того, что он понял, что с ним было в этой жизни. Потом Веда объясняет, что на седьмом месяце беременности у человека открывается сознание. Он осознает себя как личность. Он просыпается в сознании на седьмом месяце беременности. И в это время он вспоминает до ста своих прошлых жизней. И он жутко раскаивается за то, что было. Просит высших сил, помощи. Просит, чтобы эта жизнь была успешной. Успешная означает, что он в этой жизни поймет, что он душа. Что он будет жить для Бога. Будет жить благочестиво. Не будет потакать своим желаниям. И так далее. То есть много чего он просит у судьбы в это время. И судьба ему дает такое благословение. Но когда человек рождается, он все это забывает. Благословение остается с ним. Но он забывает, как надо правильно жить. И начинается новая жизнь опять. Неосознанная. Для того, чтобы жить была осознанной, надо приложить к этому усилий. Понимаете? Надо осознать себя как душу. Вспомнить свою судьбу внутреннюю. Для чего я живу? Зачем эта жизнь нужна? Неужели просто для того, чтобы быть главным бухгалтером? Или преподавателем в школе? Неужели эта жизнь предназначена для того, чтобы просто дом построить, деньги зарабатывать? Нет, дорогие мои друзья. Нет. Человек помнит свои прошлые жизни до двух лет. До двух лет жизни ребенок, если в нем активизировать это мышление, он сможет рассказать, кем он был в прошлой жизни. Но он все равно потом это забывает, даже если он рассказал. Ребенка разумеет и считает, что это сделано? У ребенка нет разума, чтобы что-то считать. У него разум работает как голос истины. То есть ребенок все понимает, но ничего не может поменять. Он как бы чувствует истину, но он не может ей воспользоваться. Например, психика говорит ему, бери предмет и держи. В нем также действует эгоизм. В этом плане он невежественный абсолютно. Но в нем есть сила, которая показывает правду. Поэтому обмануть его нельзя. Если до пяти лет ребенка, обмануть невозможно. То есть ты говоришь ему, обманываешь его. Он подается, но внутри он знает, что это обман. Он верит, что есть счастье, что есть любовь. Если вы это счастье Деда Мороза как бы облачаете, то он верит Деда Мороза. Ребенок хочет любви, истинных отношений, глубоких. Понимаете? Он очень искренен в этом все. Понимаете? Если любовь это Деда Мороза, значит, пускай будет Дед Морозом. Нет проблем. А? Да. Все животные видят тонкий мир. Любая обезьянка видит хорошо тонкие энергии. Ваши мысли все. Кошка видит собака. Все животные. Дети маленькие видят. Очень хорошо. Женщины видят тонкий мир лучше, чем мужчины. Но все хорошо на самом деле. Давайте дальше пройдем. Будем беседить. Бдительность тема. Зачем я тему смерти затеял? А я вам объясняю, что есть вечное время, сила времени, которая действует таким образом. Оно все старит. На грубом плане просто старение тела. На тонком плане как старение происходит. Со временем, время, что делает? Сначала в детском теле. У нас вот здесь есть зона такая. Мухабхага в ведах называется. Той шарик психический, в котором содержится вся память о наших прошлых поступках. Этот шарик является основой нашей судьбы. То есть импульсы из него так сильно меняют наши отношения с людьми и отношения к себе, что мы даже представить себе не можем, как это мощно и сильно действует. Вот. Этот шарик, он не излучает сильно много плохой кармы у ребенка. Из него исходит только хорошая судьба. Все, что человек хорошего сделал в прошлой жизни, в детстве, это выходит в виде детского счастья, вот ощущения счастья в жизни. Происходит это в детстве. Поэтому родители радуются детям, потому что от них исходят счастья. Родители пользуются энергией счастья детей. И наслаждаются этим, наслаждаются жизнью, пока ребенок не подрос. Почему? Потому что, когда человек подрастает, в момент полового созревания, у него количество уже счастливой энергии, несчастной, которая плохой судьбы выравнивается у человека. В момент полового созревания выравнивается. И постепенно потом энергии плохой судьбы становится больше в жизни, время так действует. А количество хорошей энергии само по себе, оно уменьшается с возрастом. Поэтому говорят старость и радость. Потому что, как бы, приходит время, и у человека очень много несчастья в жизни. Из-за того, что действует время так, на тонкое тело. Оно что делает с тонким телом? Больше и больше энергии плохой судьбы выходит с возрастом у человека. Поэтому, где-то говорят, чем больше человек стареет, ну, тело, имеется в виду, грубое, стареет, тем больше человек должен выделять время духовной практике. Что такое духовная практика? Это контакт с высшими силами, с энергией. Есть маленькие души, мы маленькие души, а есть солнце, большое солнце, это Бог, или, как бы, божественные силы. Есть гораздо больше энергии счастья, чем мы можем в себя вместить. Поэтому, когда человек молится, он контактирует с высшими силами, он наполняется энергией счастья, и автоматически сжигаются вот эти страдания. Чем больше человек в пожилом возрасте уделяет молитве, тем естественным образом у него выравнивается счастье и страдание, он становится удовлетворенным человеком в жизни. Он не печалится, не ворчит, маразм не развивается у него в голове, болезни не развиваются так быстро. Чем больше энергии счастья внутри, тем меньше развивается плохая судьба, болезни там, возможность попасть в тюрьму. Все это энергии страданий. Разные виды страданий, которые одна же иметь, понимаете? Но если человек молитву совершает, то эти все энергии страданий уменьшаются. В этом заключается высшее проявление бдительности. Это есть бдительность. Понять, как все работает, и жить правильно в соответствии с этими вещами. Допустим, маленькому ребенку не надо ничего делать. Он просто счастьем наслаждается. Как вам говорится, до пяти лет ребенка не надо сильно парить. Дайте ему возможность просто почувствовать счастье жизни. До пяти лет. Не надо ему чему учить. Просто в радости, пускай в игре он чему-то учится. Но не надо его напрягать, садись, учись там. Пять лет, это значит, много энергии счастья выходит. Он дарит всю эту энергию счастья всем, благословляет своих присутствием всем, всех людей. И дарит всем хорошую судьбу вокруг. Все счастливы от него. А если в детстве очень много у человека проблем, вот еще в детском возрасте, допустим, родители, и отец сильно бьет его еще до пяти лет. Но у кого проблемы в детском возрасте? У родителей. Так? Ребенок даже плакать может, но он все равно счастлив внутри. Все равно он это все не сильно помнит, забывает все быстро. Проблема у родителей, что они не могут детство подарить человеку. Они страдают от этого. Они видят ребенок у них, не получают детство. А из-за чего этого самим? Из-за его судьбы, этого человека, маленького. У него такая судьба попасть к этим родителям. Но родители могут лучше его судьбу сделать. Это называется милость. Если они правильно живут, пытаются правильно жить, они милость дают человеку. Он за это потом благодарен всю жизнь. Понимаете? Смотрите, удивительная тема – бдительность. Почему она удивительна? Потому что это признак разумности. Это разум. Быть разумным человеком означает бдительным быть. Самая главная тема бдительности означает… Бдительность надо понять. Первое надо понять, что такое время. Время – это сила, которая все разрушает. Не надо ему сильно доверять. Допустим, мы говорим себе, что все будет хорошо. Врачи – самые бдительные люди по природе. Почему? Потому что они знают, как будет. И один пациент подошел к врачу и говорит, доктор, я могу на что-то надеяться? Доктор посмотрел на меня внимательно и говорит, смотря на что вы будете надеяться. То, что он знает, то, что ему можно надеяться врач. Он же понял. Ко мне сейчас подошел один человек и говорит, у меня рак. Минута, полчаса назад, как я, первый час назад человек. У меня рак. Я говорю, ну что, как вы воспринимаете эту ситуацию? Он говорит, я прочитал, что в химиотерапии не лечит рак. Я говорю, согласен. Операция тоже не может полностью вылечить. Согласен. Говорю, да. Облучение тоже полностью не может вылечить. Я говорю, ну, хорошо, сказать, что дальше. Ну, вот я нашел врача, который с помощью диеты лечит рак. Я говорю, вы уверены, что вы на правильном пути находитесь? Он уверен. Он потому что, откуда ему знать? Он говорит, да книга целая написана. Там куча результатов. Конечно, если человек что-то делает, какие-то результаты будут. Вопрос, какая статистика? Сколько не было результатов, сколько было. Даже вот у меня лечение, допустим, эффективное. Не могу сказать, что мне всем помогло. Чуть-чуть прохлопал что-то. Схема не так носится. Там, карета. И все, она не так действует. Болезнь набирает силу. Потом уже ничего не сделаешь. Здесь много причин, почему человеку нельзя помочь. Но я знаю точно, что диетой рак не вылечишь. Рак это реально просто организм внутри организма живет. И он жрет человека, как с огромной скоростью. Я говорю о бдительности. У нас тема бдительность. Сейчас мы разбираем тему. И смотрите. Ведь хочется верить во все. Но бдительность это противоположная вере, как бы, сила. Бдительность это как бы трезвость. Это способ анализа. И с этой точки зрения анализа лучше сделать химиотерапию. Потому что жизнь точно продлевается. Или операцию. Жизнь точно продлевается. Несколько лет больше проживешь с этой точки. Из-за этого мой опыт. Я как бы сам не сторонник. Как бы я терапевт. Как бы не сторонник хирургического решательства. Но я заметил, что если человек быстренько, хотя бы часть опухоли удалил. Оставшуюся часть гораздо легче рассосать потом. Если он принимает вот такое вот лечение. То есть помогает это реально. То, что медицина уже делает, это помогает. Но целые научные институты работают с тем, чтобы вылечить опухоль. И врачи не верят, что можно ее лечить как-то по-другому. Кроме как химией, операциями. Потому что очень много всяких экстрасенсов и травников. И врачи видят статистику, они же врачи. Они видят это, надеялся на это, не помогло. Этот надеялся на это, не помогло. Этот надеялся, нет, не помогло. У них более-то трезвая оценка ситуации в этом плане. В чем заключается бдительность? Допустим, тяжело заболевать. Ну вот начни изучать разные мнения. Посмотри, не сразу, а вот это помогает бежать. Нет, надо изучить, посмотреть кто, где, чего, когда, как это все работает. Это бдительность называется. Но все равно, если у тебя милости не будет вылечиться, ты не вылечишься. Потому что ты выберешь все равно не тот путь, который тебе поможет. Понимаете? Милость исходит от высших сил, от Бога. Поэтому без святых людей, без молитвы, без Бога, никогда человек не может ничего победить в своей жизни. Но бдительность означает здравый смысл. Допустим, мы решили взять ипотеку. Бдительность есть в этом решении какая-то или нет? Ну ты изучи сначала, а сколько ты можешь выплатить? Он говорит, а мы все посчитали на 10 лет вперед. Хорошо, ты посчитал на 10 лет вперед, но ты не знаешь, что через 10 лет может произойти катаклизм в стране финансовые. И банки уже готовы к этим катаклизмам. Они знают, как сделать так, чтобы у вас все забрать потом. После того, как произошел этот катаклизм. Они говорят, ну мы же не виноваты в этом. Банк говорит, мы не виноваты, но они все посчитали. Они знают заранее, что будет. Понимаете? Они уже готовы к этим катаклизмам, потому что это целая наука. Целые научные институты работают на то, как защитить банк от потери денег. Теперь кто на вас работает, чтобы защитить вас от потери ваших денег? В этом заключается бдительность, понимаете? Надо смотреть на жизнь трезво. Можно брать можно. Если ты отдаешь в течение нескольких месяцев, у тебя есть гарантированная зарплата какая-то, ты можешь чуть-чуть взять, чуть-чуть отдать. Здравый смысл, так? Можно чуть-чуть расширить свою квартиру. Постепенно, так раз-раз-раз расширяется жилплощадь по мере своих возможностей. Но это же, Олег Иначе, это же некрасиво так жить. Червяк, что ли, какой-то, понемножку расширяет свою жизнь. Человек это звучит гордо, допустим, вы скажете. Есть удивительная одна личность. Есть Ченаки пандит такой, великий человек. И он пришел к одному царю, потом записал эту беседу. Это царь очень успешная деятельная личность. Очень такой глубокий, верующий, успешный деятель в обществе. Он сделал свое государство счастливым, там все процветало. И он пришел к нему на беседу, тоже великий, очень ученый, человеческий. И он спросил его, как вы достигли все этого? Он говорит, с материальной, с духовной точки зрения молитвой, с материальной точки зрения, он говорит, я точно так же, как червяк в испражнении откровляется, так и я пытаюсь, как бы, решать вопрос этого государства. То есть он честно сказал, как есть, что, как бы, грязно это все. То есть нет счастья в этом во всем, очень тяжело и грязно, как бы, счастье у людей, может быть, есть. Но решать это все, помогать, расширять страну, как бы, жилплощадь, грязная работа, тяжелая. Нет в этом вот такого шика, как бы, блеска, как хотелось бы, понимаете? Нет, в этом бдительность заключается. Понемножку хорошо, это надежно. А вот много денег сразу на 15 лет, это может и хорошо пострадать. Волны есть, волны государства. Допустим, сейчас в Латвии идет такая волна. Они набрались в свое время ипотеки, потом, пац, произошло определенное изменение финансовое. И сейчас 20-30% латышей просто бедствуют. У них отнимают квартиры. То есть идет катастрофа национальная, связанная с этими ипотеками. Почему? Потому что так действуют законы этого мира. Надо быть внимательным по отношению к тому, что с тобой происходит. Бдительность в нашей теме. Сегодня я утром с одной женщиной общался. Она говорит, я наказала своего сына. Я просто отняла компьютер и дала ему возможность дальше деградировать, играть в эти игры. Вот. Каким-то хитрым способом она это сделала. Топтительность. Она говорит, правильно я сделала или нет? Правильно. Строгость является самым лучшим достоянием родителей. Но проблема заключается в том, что большинство родителей не могут быть строгими с детьми. Причина заключается в том, что у них нет нравственной силы. Когда родители могут быть строгими. Когда дети уважают их. Когда дети уважают родителей. Когда родители живут праведной жизнью. Честной. Видно, что родители честные. Вот они что говорят, так они живут. Это называется честная жизнь. Но надо еще говорить, что ребенку пользу принесет. Потому что он тоже это чувствует. Будет полезно это ему или нет. Хотя сам ему хочется жить по-другому. Но как воспитывать детей? Веды говорят, строго. Строго означает две вещи, которые надо иметь. Первую вещь. Надо строго относиться к себе и к своей судьбе. Не позволять себе делать глупости в жизни. Чтобы никто не мог подумать о тебе плохо. Для чего это все нужно? Для того, чтобы сделать вторую вещь. Для того, чтобы любить по-настоящему людей. Потому что когда ты ведешь правильно себя, люди с тобой, им легче с тобой. Они доверяют тебе. И тогда ты можешь в этом доверии, любя этих людей, строго им помочь. Потому что строгость возможна только в атмосфере любви. Если ты, допустим, человека не любишь и строгость проявляешь ему. Это жестокость называется. Это не помощь. Лучше уж вообще не трогать человека. Так родители в основном и делают. Они просто не трогают своих детей. Почему? Потому что они не являются примером для них. И любви у них, больших детях, тоже нет. Два. Поэтому с какой стати быть строгими? Но именно строгость является силой, дающей возможность сохранить ребенка. Как помочь дочке? Надо сделать так, чтобы она правильно общалась. Она, чтобы встречалась с теми мальчиками, которые хорошо себя ведут. Не встречалась с теми, которые плохо. Как помочь мальчику? Надо найти ему любимое дело. Чтобы он увлекся чем-то в жизни важным. И тогда он будет хорошо развиваться. Но как человека увлечь, если он ничего не слушает? Он делает то, что он хочет делать. Для этого надо обратиться к вашей жизни в семье. Смотрите, как создается возможность управлять семьей. Эта возможность создается усилиями в семье. Первое, что дал кто, первое начинает усилия совершать женщину в семье. Она начинает подчинять себя отцу, мужу. Она подчиняет себя мужу. Мужчина должен кому себя подчинять? Он должен подчинять себя старшим рода. Или он должен подчинять себя родителям. Или у них должен быть наставник, которому мужчина себя подчиняет. Потому что если мужчина себя никому не подчиняет, женщина не доверяет ему. Она может в принципе как бы с ним быть согласна, но в сердце она не уважает его. Потому что женщина уважает мужа, когда он сам подчиняет себя кому-то. Он не просто на своем мнении живет, а у него есть старшие, которые имеют мнение. И он подчиняется знанию, которое он получает от старших. Тогда женщина уважает такого человека. Она думает, он не то что самодук какой-то, у него есть какой-то здравый смысл. Он живет согласно знанию какому-то определенному. И она сама уважает его наставника. Когда женщина уважает своего мужа, и муж уважает наставника, то тогда энергия уважения живет в семье. И ребенок естественным образом начинает уважать родителей. Естественным образом. Но если жена не слушает, пренебрегает мнением мужа, она самовольно живет внутренне, никак не согласована с ним. Мужчина пренебрегает мнением общества или старших. С какой стати ребенок будет слушаться? Зачем ему это надо? Он просто будет игнорировать. И все. Но он игнорирует, допустим, ребенок игнорировал мать. И мать говорит мужу, помоги мне, он не слушается меня, помоги мне, скажи ему, что это правда, что так надо жить. Муж думает, ну как бы, ты сама меня не слушаешься, почему он должен тебя слушаться? И он не помогает с верой, у него нет веры в то, что надо матери помогать. Ну нет в это вере, он думает, ну скажешь, сделай так, да нет, ну что ты, ну это не работает. Или, допустим, ребенок отца не послушался, но женщина как думает, у нее другое мышление. Мужчина обычно, как бы он в отношениях, особенно с сыном, он хочет сына развивать разум в нем. Как развивать разум? На ошибку. Если, допустим, сын должен пойти куда-то, там будет плохо ему, ему могут дать в лоб. Ну муж, как он мыслит, думает, раз в лоб дадут, больше не пойдет. Женщина говорит, ну как ты можешь так думать про сына, он же наш сын, он единственный, ему не надо, чтобы давали ему в лоб. Мужчина другое мышление, он говорит, ну он тогда никогда не поймет, все равно потом пойдет туда сам, когда-нибудь. И так далее, то есть мужчин другое мышление, он как бы на ошибку, как пытается учить ребенка. Давай учить ребенка плавать, надо школу плавания пройти. Он говорит, да я поеду с ним купаться, мы пройдем школу плавания. И он его толкает в воду, и начинает плавать потихоньку. Ну так мужчина мыслит, ему так проще мыслить, у него мужская психика работает. Вот, и это хорошо, потому что разум развивается вот так, в неожиданных ситуациях у ребенка. Но это мужское мышление. И допустим, мужчину надо поддержать, женщина думает, сынок, ты сделай, как папа говорит, но он не прав. Тебе лучше, конечно, не делать так. Ну, чтобы не ругаться, ну ты сделай, ладно, бог с ним. Понимаете, то есть нет взаимности, нет поддержки, нет в семье, как бы вот этого, взаимопомощи в отношении с ребенком. Есть своя позиция у всех, у женщины женская позиция, у мужчины мужская. Результат, ребенка или детская позиция своя. Живет неуправляемый. Это означает небдительность. У ребенка есть разум, нет? Нет, у него есть ум. Он с позиции ума вам может все объяснить. Мама, мои ребята так живут, эти так живут, почему я должен жить по-другому? А с позиции ума он, как бы ум, это что-то социальная жизнь. Социальная жизнь детей сейчас какая? Деградация. Но они, для них социальная жизнь, это их жизнь, это их судьба. Они верят в то, что делают дети окружающие. Они считают, что так надо жить. И поэтому в этом плане насилие является способом оградить. Но, понимаете, кто может совершать насилие? Тот, у кого в семье есть нравственность и любовь. Остальные люди беспомощны. Они ничего не могут сделать со своими детьми. И дети поэтому отношения строят там, где эти отношения могут их сломать. Хорошо, если ребенок обожгется и не будет ничего делать. Но бывают же такие вещи, которые обжигают навсегда. Например, наркотики. Есть силы в жизни, которые обжигают навсегда. Человек начал употреблять наркотики, а остановиться он уже не может. И определенный процент есть детей, которые не смогут остановиться. Определенный есть девочек процент, которые не смогут остановиться. Если как бы с ней сексом позанимались, она уже не может дальше без этого жить. Она становится очень сильно зависима. А некоторыми девочками занимаются не по одному сексу, а сразу по два или по три. И она уже не может по одному, ей надо два-три сразу, чтобы было. Она привыкает к такому сексу. И в результате она зависима от этого становится. В результате человек деградирует. Понимаете? Так что такое бдительность? Это многие вещи сразу в жизни. Надо изучать их. Например, знание дает бдительность.